привет дорогие друзья сегодня поговорим о пошаговых и модульных дорожках они удобные и легкие устройстве относительно бюджетная по сравнению с традиционными глобальными дорожками и зрительно не утяжеляют пространство используются чаще всего в местах второстепенных маршрутов подобные дорожки создаются в швах либо с отсыпкой либо с газоном либо с посадкой многолетних трав таких как барвинок мшанка а еще можно использовать ароматные травы например тимьян если стиль сада лаконичный например минимализм лофт или хай-тек то в основном используются прямоугольные плиты если они хорошие толщины достаточно тяжелые то под ними мы используем всего лишь геотекстиль и песчаную подушку на нее укладываем плиты и они прекрасно держатся в садах природного стиля чаще используется более тонкий материал как плитка или природный камень толщиной примерно 4-6 сантиметров в таком случае мы укладываем геотекстиль на него трамбованный песок выравнивающим слоем и цементно-песчаную смесь толщиной 2-3 сантиметра швы сразу же прочищаем и аккуратно проливаем водой тем самым фиксируя материал избегая выпирания и качения при эксплуатации но при этом никак не препятствуем росту трав если они предусмотрены проектом далее если говорим о газоне в швах то у дорожек ровной прямоугольной формы швы заполняются грунтом и укладывается рулонный газон который легко надрезается под размер и сразу же вставляется в это пространство если природный камень разной формы то грунт замешивается сразу с семенами газонной травы или клевера и швы наполняются этаким коктейлем который при должном поливе и уходе начинает простать уже через несколько дней если делаем декоративную отсыпку в швах то вдоль дорожек ставим обязательно садовый бордюр чтобы газон не полз на отсыпку отсыпка в свою очередь не разлеталась на газон если же высаживаются многолетние травы то геотекстиль вырезается чтобы корневая система травы нормально развивалась пошаговой дорожки как я уже говорил используются на второстепенных маршрутах например зоне огорода плодового сада или просто дополнительным летним маршрутом это связано с тем что такие дорожки зимой лучше не расчищать от снега так как есть риск повреждения газона или многолетних трав а также их вымерзания и конечно же тяжело чистить снег там где имеется растительность но здесь у меня есть для вас маленькая хитрость если вам нужно использовать пошаговую дорожку зимой то первый снег мы не счищаем а наоборот уплотняем то есть делаем некий наст чтобы в дальнейшем можно было спокойно расчищать снег с этой дорожки но в таком случае есть небольшая вероятность частичного отмирания газона так как ледяная корка может очень долго сходить хотя какая там зима последнее на этом все друзья до скорых встреч надеюсь что ваши пошаговые дорожки будут настолько прекрасны как и вы с нами спасибо за настроение на целый день интересно что новую тюба